Во Всероссийском детском центре Орленок завершился месячник по охране труда, участниками которого стали сотрудники отделов и служб центра, а также дети, отдыхающие в Орленке. Весь ноябрь специалисты по охране труда центра проводили часы безопасности, семинары, заседания и беседы о необходимости изучения и соблюдения правил безопасности. Кульминацией месячника стал конкурс детских плакатов «Безопасность и я». Наш корреспондент продолжит тему. Надо быть осторожным с газом. И как бы дракон символизирует этот пожар, который может прийти в любой дом. Трогательные, смешные, симпатичные и милые персонажи детских рисунков, говорящие о таких серьезных и важных вещах в жизни каждого из нас, о нашей безопасности в самых разных ситуациях. По критериям конкурса у нас было 10 работ от детского лагеря. В принципе, это выдержано было. От каждого лагеря по 10 работ. Вот, конечно, мы надеялись, что так и будет, она не меньше этого количества, потому что очень много детей дыхает в детском лагере. И, как вот видно по рисункам, дети были заинтересованы. И также по голосованию участвовать в этом, рисовать работы, потому что здесь представлены как индивидуальные работы, так и коллективные. Данил из предложенных тем выбрал пожарную безопасность. Он совсем недавно решил более профессионально изучить технику владения карандашами и красками. Конкурс стал для него некой проверкой творческих достижений, а также еще одним поводом задуматься и вспомнить прописные истины. Мне кажется, это очень важно, потому что каждый должен знать это, как своих пять пальцев. Орлят, взявших тему пожарной безопасности, оказалось больше всего. На вопрос, почему, они отвечали, что в их школах именно пожарной безопасности уделяется особое внимание. Но были неравнодушны и к правилам поведения на дорогах, а также в самом Орленке. Это наш скалодром, правильно? Да. Здесь как раз-таки говорится о том, что идет, видимо, какое-то объяснение, а ему без разницы. Вот к чему это может привести, да? Мне напомнило правило, что нельзя перебегать дорогу, а то вот множество сейчас перебегают просто дорогу, даже не смотрят. И об этом люди некоторые забывают. И мне это очень напомнило, что надо обязательно остановиться, посмотреть направо, посмотреть налево и идти дальше. Две подруги Лера и Вера в коллективном творчестве выбрали тему, не заявленную положением конкурса – защита прав ребенка. К сожалению, в современной жизни эта сторона безопасности актуальна как никогда. Дети должны быть в безопасности, и взрослые должны им в этом помогать, должны их защищать и никогда не обижать. Независимо от того, кто победил, а кто взял приз зрительских симпатий, главная цель конкурса – а это еще раз вспомнить и проговорить для себя основу безопасности – достигнуто. Ведь, возможно, именно рисунок кого-то из этих ребят всплывет в памяти орлят в самый нужный и решающий момент. Анастасия Николаева, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.